Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Мозговой штурм. Бобруйские школьники привезли 17 медалей с Республиканской Олимпиады. Чтобы решить все пять заданий, необходимо детально знать строение тела человека. Кто в рейтинге? Помешалось на чистоте? Горожанка украла в дискаунтере несколько пачек стирального порошка. С гражданкой выдвигаемся в следственный комитет. Тяга к уборке или рецидив? Не на жизнь, а на интерес. В Бобруйском районе сразились страйкболисты. Главное отличие от оригинала – у него нет отдачи и им невозможно ранить. Кто попал в цель? А также автомобильный рынок, обновленное авиатабло и доступный аналог. Минздрав нашел замену всем украинским медикаментам. Какие задачи ставит ведомство? Президент прибыл с рабочим визитом в Россию. Основные мероприятия в честь Дня авиации и космонавтики Александр Лукашенко и Владимир Путин символично проводят вместе. Общая инфраструктура в космической сфере, возобновление лунной программы, подготовка белорусского представителя к полету – все это станет новой важной вехой сотрудничества Союзного государства в освоении и изучении космоса. Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Белоруссии на космодроме в Восточном? Александр Григорьевич, мы ждем вас. За нами не за ржавеет. Спасибо. Знаете, вот Владимир Владимирович рассказывает, вы говорите санкции, а я Дмитрию говорю, знаете, вот тут ощущение, санкций нет. Все свое, все делаете вы своими руками, чего мы тут паримся из-за этих санкций, что мы дома не построим, все сделаем, время надо немножко. Поэтому для этого президент пригласил меня, чтобы я посмотрел на замысел. На объем, на масштаб. Президенты также посетили монтажно-испытательный корпус космодрома Восточный. Здесь размещены части ракеты «Союз-2». С ее помощью по планам на орбиту будут доставлены спутники дистанционного зондирования Земли. Тут же прошла церемония награждения летчиков-космонавтов. Не сбавляя обороты, в Бобруйске девушка украла несколько пачек стирального порошка. Это уже второй подобный случай за неделю. На этот раз в действии нарушительницы зафиксировали камеры видеонаблюдения. После просмотра которых сотрудникам департамента охраны удалось установить приметы подозреваемой и приступить к поискам. 25-летнюю горожанку задержали дома. Известно, что Бобруйченко нигде не работает, а ранее судимо возбуждено уголовное дело. Книга под подушкой. Бобруйские школьники привезли 17 медалей с Республиканской Олимпиады. В общем зачете Могилевская область расположилась на третьей строчке. Все победители получат стипендию специального фонда президента. Анатомию разума изучила Ольга Васенда. Елизавета Лоцкая – одна из тех, кто обожает мелодечность родной мовы. «Новая земля», «Люди на болоте», «Альпийская баллада» и «У войны не женское лицо». Об этих произведениях белорусских авторов. Десятиклассница, кажется, готова говорить часами. Подтверждение тому – победа на Республиканской Олимпиаде. На самом деле очень высокая конкуренция и десятые баллы отыгрывали роль в рейтингах, которые у нас были. В какой-то степени я довольна тем, как я выполнила все свои задания и какие я получила баллы. Но, конечно, всегда есть путь к лучшему. Диктанты, уравнения, формулы и задачи со звездочкой. В заключительном этапе Республиканской Олимпиады юные интеллектуалы из Бобруйска успешно проявили себя сразу в нескольких предметах. Среди них – химия, география, информатика, испанский, русский, белорусский и английский. Здесь же – математика и биология. Тяжелее всего вопросы в разделе «Анатомия и физиология». Чтобы решить все пять заданий, необходимо детально знать строение тела человека – лопатка, ребра, поясничные позвонки, малоберцовая кость и фаланги, плюс расположение органов. На все про все дается час. Всего в битве умов приняли участие 37 наших ребят. 16 учащихся привезли вторые и третьи места. Единственное первое по химии у Глеба Борового из второй гимназии. Но в лидерах олимпиадного рейтинга – представители первой и третьей. У них по пять дипломов. Дети приходят к тому, что уже в 11 классе они полностью готовы к централизованному тестированию. И плюс это очень многое значит для того, чтобы потом учиться. Разговаривая с бывшими выпускниками, они все говорят, нам очень просто учиться уже в университете, нам легче. По итогам республиканской олимпиады Могилевская область расположилась на третьей строчке. Все победители, а их 90, получат стипендию специального фонда президента. Ну а до завершения учебного года остается всего полтора месяца. Впереди у Вундеркиндов вступительная кампания. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Отечественные лекарства, безопасный визит и офисная канцелярия. Добрушская фабрика начала выпускать бумагу формата А4. Почем сейчас блок в магазине? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав нашел замену всем украинским медикаментам. Их насчитывается около 40. Сейчас проблем с нехваткой лекарств нет. До конца года, напомним, запрещено поднимать стоимость ряда препарата выше 1,2% в месяц. Задача не допустить дефицита и одновременно поддерживать рентабельную работу предприятий. В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе». В первую очередь инспекторы проверяют состояние домов пожилых людей, инвалидов и семей из групп социального риска. Проводится инструктаж. По статистике, основной причиной гибели на пожарах остается человеческий фактор. Под пристальным вниманием март автомобильный рынок. Поводом для проверки послужила информация о значительном росте цен на машины. Сейчас министерство проверяет сложившуюся ситуацию на наличии нарушений. И в случае выявления таких признаков будет начато антимонопольное расследование. Добружская фабрика начала выпускать офисную бумагу формата А4. За сутки здесь производится 2500 пачек по 500 листов. В марте в Беларуси возникли серьезные трудности с этой продукцией. Стоимость подскочила в разы. Сейчас блок в магазине можно приобрести от 15 до 70 рублей. В зависимости от качества и плотности. В Белави в апреле будет чаще летать в Россию. В частности, в Екатеринбург. По понедельникам и четвергам. Кроме того, с 15 числа на авиатабло появятся рейсы в Калининград. Также возобновлен маршрут Минск-Казань-Минск. Правление дважды в неделю по вторникам и субботам. Здоровая нация – сильная страна. Медики встретились с учащимися лесотехнического колледжа. Проблема оборота наркотиков среди молодежи остается острой. Особая роль – профилактики незаконной деятельности и вовлечения в нее несовершеннолетних. Сбыт дурмана – особо тяжкое преступление. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Все зависимости, какими бы они ни были – игровая, табачная, алкогольная и особенно страшная, конечно, наркотическая – они ведут в никуда. Это путь к социальной зависимости, к потере вообще своей судьбы, своей жизни. Цифры вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность остаются высокими. В Беларуси за 2021 зафиксировано 90 случаев. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Альтернатива компьютерной стратегии. В Вавруйске открыли страйкбольный сезон. Военно-спортивная игра «Битва городов» прошла под эгидой ДСАФ и собрала почти 300 участников со всей республики. Захватить и удержать территорию – главное правило. Карина Гуревич присоединилась к сражению. Любимые аксессуары в гардеробе Никиты Кавалерова – бронежилет, патроны и автомат. И хотя поле боя не настоящие, эмоции вполне живые. В Бобруйское братство по страйкболу мужчина попал еще год назад и с тех пор почти каждую неделю выезжает на сражение. Адреналин и командный дух – главные составляющие идеальной игры. Все тебе помогут, подскажут. И нету тут почти разногласий, ну такие спортивные моменты. Поэтому все желающие, кто хочет, особенно у кого сидящая работа, побегать по лесу, подышать воздухом – очень хорошо. Минск, Могилев, Гомель, Брест, Витебск – 16 белорусских городов съезжаются в Бобруйский район, чтобы сразиться не на жизнь, а на интерес. Под эгидой ДОСААФ в рамках дружеской встречи почти 300 вооруженных до зубов страйкболистов готовы захватить и удержать территорию. Это наши сидят. Давай вперед туда. Вперед, Душман, на капонир туда. Страйкбол – военно-спортивная игра с максимальным приближением к реальным боевым условиям. Участники отыгрывают сценарии и выполняют задания. Самое важное – честность, так как снаряды не оставляют отметок, а бойцы сами признают попадание. На карте расположены четыре точки. Эти точки команды должны захватить. Условно, каждая точка вырабатывает какой-то ресурс, необходимый этой команде. Это просто игровой предмет. Условно назван какой-то предмет, например, камень, бутылка какая-нибудь. Ну, смысла об этом нет. То есть, смысл в том, чтобы его взять и отнести на вас. То есть, вы его захватили, принесли, вам это принесло очки. Снаряжение, камуфляж и ботинки – здесь обязательное условие. Также нужны очки или маска, чтобы защитить глаза. Минимальная сумма экипировки – тысяча рублей. Используют также пневматическое оружие, пиротехнику и даже вооружают автомобили. Все приобретается в специализированных магазинах. Автомат Калашникова – внешне полная копия своего собрата. На деле же игрушка, хоть и вполне серьезная. Внутри – пластиковые шарики, которые вылетают со скоростью 150 метров в секунду. Главное отличие от оригинала – у него нет отдачи и им невозможно ранить. В Бобруйске существует свой страйкбольный клуб. Рады здесь каждому участнику. Чтобы начать играть, не требуется никаких регистраций документов. Однако стать частью боя можно только с 18-ти. Мы есть во всех социальных сетях. В основном, конечно же, это социальная сеть в ВКонтакте. Любому из ребят можете написать, связаться. Всех есть мобильные телефоны. И мы с удовольствием поможем, расскажем. Как финансово, так и в любом плане поможем. Обычно игры в Бобруйске проходят каждое воскресенье. Участвуют в них около 30 человек. Битва городов открыла сезон 20-22. Год только начался. Поэтому впереди еще больше сражений. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»